Передовой исторический опыт, досвид истории другой Речи Посполитой, ну, национал буржуйской, второй Речи Посполитой, говорит о том, что в 1934 году, когда был арестован за вынесение вырока и казни, ну, теракт на пиратского в Польше, который был за наказом через канавальца с Диснем, за наказом Степана Бандеры, за то, что он был катом, выседленцем и тому подобного украинского этнического населения. Значит, что получается, что поляки осудили на смертную казнь Степана Бандера, но через маленький промежуток часу, одумавшись, они его не казнили, а засудили на довичное увязнение. Пожезняк ему влепили. Но заметьте и будьте справедливы, даже к той национал-буржуйской, другой Речи Посполитой, которой была Польша до 1939 года, что когда немцы начали надходы-то, практически уже завладели Варшавой, то даже тогда поляки по отношению к Степану Бандеры не сделали то, что коммунисты, НКВДовцы и разные резуны, кровопийцы и маньяки сделали с тюрьмой Налонских. Налонского. Они не закидывали гранатами прямо в камеры, не расстреливали через окно камеры всех, кому не попадя. То есть они при вхождении Гитлера, они даже оставили жизнь, по-другому сказать, Степани Бандеры. Ну и исходя из исторической логики, а не просто из патриотических пафосных лозунгов, которые загнали и Майдан, к сожалению. Я думаю, ненадолго. В небытию. Потому что этим воспользовался вор, Порошенко и тому подобное. То есть это уже неинтересно. Смысл в другом абсолютно в том, что поляки не были мягкими уже после того, как якобы как бы испугались движения организованного ОУН, потом УПА. Они не побоялись этого. Но почему-то они не расстрелялись, да, Степана Бандеры? Хотя расстреляли Закропатскую Украину. Ту, которую мадяры эти долбаные венгры, тадашней империи венгерской, передали полякам корпусу погранича, который их и расстрелял. О чем они сейчас стыдливо умалчивают? Не то, что умалчивают. Они об этом даже не знают. А многие даже не хотят знать. И с удивлением, как такое могло быть? Они же святые. Они же там фотографии, все это же у них как святость. А то вдруг расстреляли невинных украинцев, стрельцов сечевых, которые помогали тем же полякам в чудо над Вислом, когда они одержали верх в 20-м году в борьбе, в битве за Варшаву. И отстояли свои Варшаву, и кресы все отстояли. Но потом начали вынищивать украинцев, обозы концентрации и тому подобное. То есть этнически выселяли самых активных украинцев и выныщевали. А теперь вот историческая параллель, которая открыта во всех википедиях уже есть, возвещает о том, что коммунистическая советская Россия не отдала кресы всходные, западные земли Украины, а также, как считали поляки, восточные земли Польши. Не отдала полякам. Ну там операция Висла, там поделили. Некоторые земли Польши ушли Украине, и украинские некоторые земли тоже ушли. Польша остались. Ну, как бы Леву Частыну, ведь писала Украине за счет восточных земель Германии, немецких земель, этнических, хотя этнических, а нет, пестовских, польских считаются там королей и тому подобное. Почему коммунисты не отдали эти земли полякам, тем полякам, которые в большинстве своем сражались по стороне коммунистической. Даже та самая армия Краева, она больше была приверженцем, были битвы, там, где коммунистическая партизанка помогала бороться против УПА. Были такие бои, были. И она ждала, что в повстание Варшавское придут российские, ну, советские танки и помогут повстанцы Варшавы. Но так помогут, чтобы Варшава осталась Польшей, но не Советской России. Ну, то есть придумали тоже. Лондонский уряд тогда в свое время придумал такую ахинею. Как будто не понимал, Сикорского уже тогда не было, другие были. Как будто не понимали, что это все фейк, для Сталина ничего не значит. То есть, получается, что УПОвцы, те, которые рьяно и очень сильно боролись за свою независимость, мало того, они привлекали еще и россиян бороться, уходить от порабощения коммунистического и приходить в леса ОУН и УПА. То есть, коммунисты предпочли отдать это Украине. Ну, советской Украине, понятно. Той Украине, которая по своей сути, западной Украине, боролась против большевизма. Вот вам параллель говорит о том, что со злом, с атеизмом нужно бороться. Тогда и этот атеизм увидит в тебе того, которого нужно слушаться и прислушаться к нему. А не к тем, которые массу свою, биомассу составляют. То лоснятся, то борются, то опять лоснятся. Такие-то дела. Продолжение следует...